Хоккеисты Енисея Самого же Михаила Пашкина сложно назвать и классическим отечественным специалистом. Ему нет еще и сорока. Большую часть игровой и всю тренерскую карьеру провел в Швеции. Свободно говорит на нескольких языках. Настоящая смесь русского хоккея и шведского бенди. Конечный продукт, как я его вижу, это ДНК. Все знают, что это мощная атака. У нас это должно быть и будет. Но совмещать это с стабильной балансированной обороной, это, я думаю, самая-самая фишка в нашей игре. Увы, хоккейный Енисея уже три года без побед в чемпионате России. Для амбициозной команды с такой историей ситуация не самая приятная. Перед стартом нового сезона клуб, как всегда, ставит перед собой самые высокие цели. В команде сейчас присутствует баланс молодости и опыта. Сергей Ломанов до сих пор в строю. Со стороны даже не подумаешь, что ему уже 39. Кстати, они ровесники с главным тренером. Сам же хоккеист поблажек себе не позволяет. Наравне с молодыми, выполняя все нагрузки. Все стабильно, все хорошо. Это, я думаю, просто цифра. Самое главное, как ты себя чувствуешь. Я себя чувствую великолепно, что полон силы энергии. На льду сейчас вся основная обойма игроков. После кадровой революции в команде за долгое время образовалась конкуренция на вратарской позиции. Янов и Лисак ведут заочную борьбу за место в основе. Не нуждающийся в представлении Алмаз Мергазов. Вновь привыкающий к красным цветам Олег Толстихин и Денис Лапшин. После командировки в Хабаровске. Ну и, конечно же, самый громкий трансфер этого межсезонья – Кристофер Энглунд. Очень рад участвовать в становлении новой команды. Здорово, что много молодых ребят. Вижу от этого столько позитив. Для меня «Енисей» до сих пор остается одним из самых великих клубов. Почту за честь опять играть за него. При этом на такой прекрасной арене. Помимо новичка Энглунда на контракте с «Енисеем» числится еще один швед Патрик Шострим. И, возможно, это основная головная боль клуба на сегодняшний день. Дело в новом регламенте о лимите на легионеров. По окончанию прошлого сезона исполком Федерации хоккея с мячом России принял решение, что за команду не может играть больше одного иностранца. При этом «Енисей» не оставляет надежд на урегулировании данного вопроса в положительную для себя сторону. Все-таки не стоит забывать, что это хоккей с мячом, где порой происходят самые невероятные вещи. Антон Соркин, Дмитрий Кудько, Афонтово Спорт.